чувак остановился а где-то раньше светофор был где-то 50 секунд чувак короче стал на этой налево уходил в левый пород вышел из тачки покурил покурил у секунд 30 нормально покурил вообще он с сигаретами поехал вопрос город токио это я чего хотел здесь поснимать потому что здесь после одессы особенно многолюдности и волки кстати я заметил много дачи в баттлграунде тоже дача чуваки которые играют в баттлграунд они думают что дача это просто так прикалываются над этой тачкой в россии те кто в россии пацаны дача это румынская марка тачек вообще про вайфай хотел поговорить в принципе и все что его касается его нихуя не касается даже телефон его не касается я здесь его не словил опять же это в сравнении с одессой у нас какая-то задница творится называется а нехер тебе морда жирная сетить целых 30 минут на шару ну блин ну почему в одессе раздается просто бесплатно потому что у нас компания все шерифы и все я не знаю они просто грибут со всего блин ну не уже не знаю ты уже скоро будешь проходить блять ты подышал сколько моим воздухом и что ты попутал блять и для вас в принципе ничего сложного в этом нет сделать людям хорошее тем более не так то уж и дорого это стоит тем более настолько здесь мало осталось что в принципе могли бы и пошевелиться возьмите пример с одессы возьмите пример с кишинева там все нормально с этим почему у нас хоть что-то бесплатное в жизни не может достаться потому что мы здесь потому что мы родились здесь потому что мы здесь находимся да блин как говорил один политолог нам памятник надо ставить тем то здесь остался в принципе а мы вам скажем спасибо спасибо мне кажется они начнут вот на вот по тротуару и будет просто платная дорога шлагбаум не хочешь иди сука по паку кущам нахуй переплывай переплывай иди так ну не знаю переплывать тоже будет не бесплатно дешевле правда каждые короче 30 секунд электрошокером просто знаешь тебя будут в воду там окунать а проплатил тебе дают в резиновую резиновую это самое чтобы только не пробивало плывите шуроп плывите а че током ебнет ну понял чем дальше ты короче от места покрытия электро вайфая телепузики в этом смысле очень хороши потому что они водонепроницаем то есть одел телепузики и попут неужели плен нашим товарищем вот так впадлу и так жалко вот на шару дать хотя бы в центре интернет соберите людей просто дайте людям добро это не столько много денег стоит почему 30 минут 512 килобит скорость то есть даже по вайберу с десятого раза не дозвонишься ну про вайбер это отдельная тема но в принципе в принципе можно было и обсудить если что ставьте лайки да да я приехал просто с одессы и немножко вот вдохновленный вот этими деньками в одессе я приезжаю сюда я не то чтобы не люблю свой я очень люблю свой город или бы свою страну но ты приезжаешь в сраку и ты чувствуешь вот эту разницу и там как и там жопа там своя брасная жопа там война но там как у нас тоже война была ну блять это последствия как будто сейчас до сих пор доходят не ну это бред на самом деле а самая жопа проходит до здесь у нас освещенное место просто в городе в принципе его скоро выключат свет через полчаса да аааа соответственно отлично короче транзитные автобусы Одессы-Кишинев поезжают и такие думают говарный урод вы куда заехали а мы просто знаешь как в режиме стелс государство в режиме стелс кстати мы включаем газ свет воздух и просто проехали Нас нету на карте, значит, что не должно быть видно вообще в это время. Это как сингулярность, знаешь. Вот вдруг ты заезжаешь, и в это время они здесь не стареют люди. Они проезжают границы, и дальше время продолжается. Потому что здесь время же, оно же замерзло. Здесь мы уже в 80-е, поэтому и Wi-Fi нет, это не было интернета. Вот, они проезжают просто границы, и здесь мы... И тут у нас села камера. Да и слава богу, еще бы ненароком чего-нибудь плохого нафантазировали. Так что мы подошли к этому ролику с юмором. Все персонажи вымышлены, любое совпадение случайность. А все сказанное является оценочным суждением. А тем, кто хотел найти какой-то скрытый смысл, как говорится, стучите и достучитесь. А если понравился наш формат, прошу поддержать репостом и поставить лайк. Ну а для самых заядлых, предлагайте тему в комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok